Свободу заключенным. В России ко Дню Победы могут амнистировать свыше 200 тысяч человек, отбывающих наказание в местах лишения свободы. О том, кто сможет обрести свободу, а также о других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Производители игрушек хотят наказать за отсутствие возрастной маркировки. Депутаты Госдумы намерены бороться с засилием небезопасных иностранных игрушек. Сейчас разрабатывается законопроект, который позволит воспитывать детей в соответствии с традиционной русской культурой. Документ будет регулировать оборот детской игровой продукции, к которой относятся не только игрушки, но и игровые сооружения и площадки, например, во дворах и детсадах. Также дается подробная возрастная классификация такой продукции, соответствующая международным стандартам. Предполагается, что производители и распространители должны будут проводить возрастную классификацию по нескольким категориям. К юбилею победы освободят около 200 тысяч заключенных. Об амнистии к празднику заявил президент Владимир Путин. Из документа, опубликованного на сайте Кремля, следует, что освободить могут до 200 тысяч условно осужденных. Кроме того, на свободу могут выйти около 60 тысяч приговоренных к реальным срокам, то есть практически каждый десятый отбывающий наказание. На амнистию могут рассчитывать лишь те, кто впервые осужден за преступления небольшой и средней тяжести, имеет заслуги перед страной или принадлежит к наименее социально защищенным слоям населения. Это военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях, беременные и матери-одиночки. При этом на амнистию не могут рассчитывать совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, например, убийства и теракты. В преддверии юбилея Победы также решили защитить главные праздничные символы. За осквернение знамени и Ордена Победы и Георгиевской ленточки планируют ввести уголовную ответственность. Соответствующую законодательную инициативу готовят в Госдуме. Сейчас федеральное законодательство предусматривает административную ответственность за нарушение порядка использования государственных символов и уголовную за надругательство над флагом или гербом страны. Наказание за осквернение символов Победы хотят установить по аналогии с наказанием в отношении символов государства. Речь идет об ограничении или лишении свободы на срок до одного года, либо аресте на срок от трех до шести месяцев.